Врачи общей практики принимают в лечебных учреждениях Подмосковья, в том числе городского округа Матища, не первый год. Это те специалисты, которые прежде всего ведут активную профилактическую работу среди жителей муниципалитета. Более того, недуги своих пациентов такие специалисты рассматривают, учитывая все факторы, от наследственных до социально-бытовых. В скором времени обязанностей у врачей общей практики станет больше, заявил Валентин Агафонов, заведующий кафедрой семейной медицины «Манеки» имени Владимирского. Им предложат вести беременность. Здесь мы пытаемся рассказать, что должен делать врач, обнаружив у беременной женщины поражение сердца, поражение эндокринной системы. Что он должен делать, какая роль его в этом. Он должен посмотреть, если он не справляется, конечно, он должен направить к специалисту. Но первый контакт должен быть с семейным врачом. И первое назначение, и выявление, кстати, этих болезней, это лежит на всем семейном враче. Профессор Валентин Агафонов в числе организаторов учебно-тематического семинара с международным участием – особенности работы врачей общей практики с беременными. Такой подход, считает он, позволит справиться с демографическим кризисом. В настоящее время убыль населения нашей страны за год составляет около 93 тысяч человек, пояснил специалист. Например, в США врачи общей практики уже давно ведут беременность и могут принимать роды. Так, профессор Ричард Янг помог появиться на свет более сотни младенцам. В том числе ему приходилось делать кесарево сечение. Американец готов поделиться этим опытом со своими российскими коллегами. Мы хотим поделиться своим опытом с нашими российскими коллегами. Мы расскажем о том, как семейная медицина может помочь беременным пациенткам лучше переживать свою беременность и рожать здоровых детей. Пока в Подмосковье ведут беременность и принимают роды, акушеры-гинекологи. Однако, как работать с будущей матерью, врачам общей практики полезно знать уже сегодня, считают руководители мытищинских поликлиник. У женщины беременной также болеют, как и другие. И поэтому все врачи, очень большая часть врачей боится, если женщина к ним приходит беременная, у врача начинается паника. Что же с ней делать, что ей можно назначать, чего ей нельзя назначать и как вести ее в принципе дальше. Поэтому тема очень актуальна. В диспуте, который состоялся на территории Мытищинской горбольницы, приняли участие врачи общей практики, терапевты, акушеры-гинекологи из 10 муниципалитетов Подмосковья. С докладами выступили их коллеги из Москвы, Форт-Уэрта штата Техас и Рочестера штата Миннесота. Специалисты обсудили не только, как поддержать беременных женщин с заболеваниями сердца и эндокринной системы, диагностика и лечение раннего токсикоза, аллергических состояний, назначение антибактериальной терапии будущим матерям и другие важные вопросы были затронуты в этот день. Я думаю, что сегодняшняя конференция, она нужна. Мы их будем проводить и не только в этом районе, и в других районах. Потому что, вот я опять говорю, что демографическая ситуация в нашей стране сейчас вызывает серьезные опасения не только врачей, но и наше правительство. Кроме того, для врачей Московской области планируется провести мероприятие, посвященное гериатрии и палеотивной помощи. Надежда Трифонова, Олег Степанов, информационная программа «День».